Регион с богатыми природными ресурсами и огромным потенциалом для развития. Таким сегодня знают Краснодарский край. Его называют опорным субъектом России, а по показателям социально-экономического развития Кубань входит в пятерку сильнейших регионов России. Предлагаю посмотреть, как же изменился край за последние несколько лет. Итак, за три года рост отмечается практически во всех отраслях экономики. Заработная плата на Кубани сегодня в среднем около 30,5 тысяч рублей. В то же время снизился уровень безработицы. Сейчас он всего полпроцента. Это практически в два раза меньше, чем по всей стране. Что касается бюджета, то объем собственных доходов края превысил 253 миллиарда рублей. Это на 23 миллиарда больше, чем годом ранее. А вот инвестиции только в прошлом году удалось привлечь 470 миллиардов рублей. Впрочем, еще больше, чем бизнесменов, край манит туристов. За последние три года Кубань из исключительно летнего курорта превратилась в круглогодичное место отдыха. Теперь к нам приезжают не меньше 16 миллионов человек. И это количество туристов всего за год. Чтобы им было комфортно, по звездам классифицировали все гостиницы и отели. А сейчас приступили к сертификации пляжных территорий. Но приехав однажды в качестве туристов, многие решают остаться. Постоянным местом жительства Кубань каждый год выбирают не меньше 60 тысяч человек. Увеличение численности населения подтолкнуло к развитию социального блока. Впервые за 20 лет в Крае приступили к массовому строительству школ. Причем в таких темпах и масштабах образовательные учреждения в регионе еще не появлялись. Только в 2017-м возвели 10 школ. В 2018-м планируют построить еще 12. Доступнее стала и медицинская помощь. За последние три года открыли 60 новых кабинетов врачей общей практики. Все они в основном в отдаленных станицах и поселках Края. В планах этого года строительство еще 30 таких мини-поликлиник. Не менее масштабная стройка развернулась и на кубанских дорогах. За прошлый год обновили почти 600 километров автомагистралей. А в столице Края реконструировали сразу несколько основных улиц. Такого в Краснодаре еще не было. В этом году на Кубани в планах отремонтировать еще 650 километров трасс и 15 мостов. И еще рекорды уже в сельском хозяйстве. Кубань полностью перешла на собственные семена пшеницы. Именно они несколько лет дают небывалый урожай. В прошлом году, например, собрали 14,7 миллионов тонн зерновых. Сейчас в регионе работают над созданием собственного посадочного материала винограда и плодово-ягодных культур. Край производит четверть всех фруктов в стране и лидирует в производстве яблок. За последние два года на Кубани открыли две молочные мегафермы и взялись за развитие перерабатывающей промышленности. С 2016 года в регионе вновь запустили 16 сахарных заводов. Ведь четверть всего российского сахара производится именно у нас. Кроме того, на Кубани открыли первый на юге страны завод, где выпускают детское питание. Вообще промышленность сегодня как одна из самых перспективных отраслей экономики края. За три года ее рост составил 111,3%. Создан региональный фонд развития промышленности. Сегодня он составляет 500 миллионов рублей. В ближайшем будущем его планируют увеличить до миллиарда. Набранные темпы в крае снижать не собираются, а наоборот приумножать достижения. Согласно стратегии развития региона, уже к 2030 году на Кубани будет проживать 6 миллионов человек. При этом зарплата должна увеличиться больше, чем на 80%. Мария Крошная, Алексей Комаров, Кубань, 24, Краснодар.